Поехали. Добрый вечер, болельщики Кайрата. Редко уже говорю добрый вечер. Уже каждый матч, честно говоря, как сложнейший идет. Несмотря на то, что это там аутсайдер, не аутсайдер. Но сегодня в какой-то веке у нас три очка. Сыграли на ноль. Обыграли в гостях Дженис. 2-0. Но, как говорится, о хорошем на этом все. Далее будет, видимо, в основном только критика. За исключением чего-то отдельного. Потому что, откровенно говоря, игра не радует. И продолжает не радовать. Дамир, привет. Привет. Что скажешь по игре? Всем привет. Привет, Джанар. Что я могу сказать. Все все видели. Я не сказать, что удовлетворен. Игрой, скорее, не знаю, вообще, будто бы настроения нет. Такое ощущение, будто мы проиграли. Да? Как-то язык не поворачивается. Сказать всех с победой. Да, победили. Три очка. Но картина и рисунок игры просто не выдержит, наверное, критики. Сказать, что игра оставляет желать лучше, это значит ничего не сказать. До гола мы видели, что это был не футбол, а просто страдание, да? Со стороны обеих клубов. На самом деле. Это выглядело как-то так. И нам просто повезло. Честно. Повезло и все. Там переломный момент все-таки сыграл, когда Садбеков забил гол, да? Подставил голову. Это был стандарт, да? Не можем, так сказать, с игры нормально забить. Хотя бы со стандарта. Не мытьем, так пятанием, да? Ну, это его игра. Типичная игра атлета, да? Сыграть на стандарте, головой забить. Он такой и за сборную забил, и за КРА тоже забивал не раз. И помните, в первых играх Кубка Казахстана в 22-м году, кажется, да? Когда был групповой этап, он два матча подряд также и забивал со стандарта. Да, там навес, подставил голову, забил, и вот так вот. Собственно, это все расстроило, конечно, игра Буранчеева. Это вообще просто, как же сказать правильно, ходячее недоразумение. То, как он играет, это простота. То есть, он не прибавил вообще ни разу в игровом компоненте. Ну, отдельно просто могу выделить игроков, таких как Зария, да? Сейд Ахмет там старался, выжился. Очередной раз расстроила игра Жоу Пауло. И, ну, что-то говорить про Сантана сложно, потому что, когда игры нет, а он как бы игрок такой стоп, да? Ему надо что-то отдать. Он и так пытается что-то выиграть в верховых подачах, сыграть в подиграще. За всю игру ему хороший навес, рада, что дал Кургин, да? С левого фланга навес был, и все. А так, в целом, чтобы кто-то ему красивую передачу дал, и он забил. Такого еще не было. Вот, что еще? Ну, Шурев удачно вышел на замену. Ну, и, конечно, как бы Садыбеков-то гола тоже портачил. Ничего хорошего не получалось. В общем, я понимаю, если бы мы победили бы за счет красивой, искрометной игры, за счет обиде комбинаций, пасов, там, да, стеночки забеганек, какой-нибудь красивый гол забили бы за счет какой-то многоходовки. И вообще, в целом, контролировали бы игру, да, доминировали бы. Забили бы 3-4 гола и не парились бы, да, и не мучились бы. Просто играли мышки, да. А тут мы от Дженниса, да, при счете 0-1 просто отбивались. Просто играли на отбой. То есть, насколько нужно упасть, чтобы вот так вот играть, ну, на удержание счета. Это уже было с Козылжаром, да, в первом туре. Это было с Атрау, когда мы выиграли в чемпионате. Это просто ужас. Игры никакой, ничего не меняется. Все то же самое. Нам просто повезло, да. И повезло, что как бы Дженнис оказался как бы хуже нас по игре. Там не оказался человек, который бы решил в боесход встречи в одиночку. Ну, как-то так. Ну, да, честно говоря, вот говорили о Разбахте, там ставят в Жастари какую-то там суператакующую игру. Честно говоря, откуда, чего, никакой суператакующей игре вообще не видно было. То есть, ну, страшно. Я вот, честно говоря, после матча с Крупом, учитывая, что Паула играл там до конца матча с Атрау, я был уверен, что его не будет в старте. Вот на сто процентов был уверен, что не будет в старте. Потому что, ну, как он порит моменты раз за разом, я уже не знаю. То есть, показывают, ну, уже сколько у нас? Матчи пять-шесть не забивают, да, наверное? Ну, начиная с Житсу, какой тур? Четвертый, да? Третий, четвертый. По-моему, третий тур, кажется. Ну, не важно. Пятом, минимум шесть матчей, учитывая кубок, но это куда, куда годится. То есть, вообще, причем, ладно, пенальтия не забивают, это у него какая-нибудь психология будет. Вообще ничего. Да, ну, матч с Житсу, потом кубковая была с Тураном, где мы выиграли 3-0. Да. И все, понеслась дальше уже чемпионат. Был там с Ак-Тубе. Ну, считаем, да. Получается, все голы он забил в марте. Апрель он не забивал. Весь апрель он не забивал. Уже середина мая на дворе он не забивает. То есть, я не знаю, там у Разбахтина есть вообще свое мнение собственное. Он не заметил, что пока он снял Паула, и как-то игра стала лучше. То есть... Не знаю. А кого ставить вместо него? Некого даже. Ты его посадишь, а кого вместо него? Вот, швырёв. Швырёв. Забываешь. Наверное, в прошлом сезоне что-то было. Хотя... Ну да, он там Пахтакору, помню, забил со штрафного, когда мы ездили. Да, это Пахтакору. Гол шахтёру вспоминается со штрафного. Ну это позапрошлого чемпионата. При Берды и Вище. И всё. То есть, ну как-то вот... Пускай посидит, отдохнёт. Подумает, задумается. Или заставляет его играть в пас как-то, или что. Ну, явно, что... Мяч получает, лишь бы ударит, лишь бы ударит. Ничего толку от этого нет. Ну, по Буранчеву, да, тут тоже отдельный разговор. Но тут я бы... Ну, Арсен играет, ну как умеет, как говорится. Тут уже что от него? Мы сильных чудес не ждём. В Разбахе на чём думал? Человек на жёлтой карточке. Все знают, когда... Да, поменяю его вовремя. Да. В какой агрессивной манере он играет, поменяю на Сергеево вовремя. Там просто у нас других полузащитников, получается, к сожалению, нет. У нас сейчас получается, если, не дай бог, Садыбеков там серьезно травмировался, ну, голова разбита, понятно, то у нас опорников профильных вообще нет. У нас есть профильных опорников. Остается Сергеев. Ну, не опорник. Не опорник, он центральный полузащитник. Из опорника у нас был только Садыбеков и Буранчей, всё. Ну, или Арада вверх поднимать. Ну, или Арада вверх поднимать. А сейчас мы не можем, пока Гадран не выздоровеет. Когда он выздоровеет? Это тоже вопрос. Понятно. Скровенно говоря, удивил меня выбор Широбокова на центрального защитника. Меня вообще бесит, что мы с Женисом играем в три центральных защитника. Ещё запрещаем Женису выставлять наших игроков, которые нам, оказывается, не нужны. Вот, кстати, вот эта тема довольно интересная и достаточно дискутабельная. Вот нам не нужны Анарбеков и Кинжибек. Вот не нужны. Мы от них отказываемся. Мы отдавьём их в Женис для того, чтобы они получали игровую практику. И в тот же момент мы запрещаем им играть. Почему? Если вы считаете, что они не тянут в основу. Вообще не тянут. Если вы считаете, как у нас, говорят, что у нас состав полностью укомплектован, так дайте им попробовать проявить себя в команде. Но мы, получается, боимся. Чего боимся? Ну, боимся, что они нам забьют гол. Ну, какой он победный. Ну, тогда не отдавайте. Пускай они играют. Гайрат, если вы этого боитесь. Они дают. Они просто идут, чтобы солить. То есть, ну, это вообще, если хоть. Груш, для Широбокова для меня было удивлением. Ну, не скажу, что он много напортачил, но ничем и не проявил себя. Скажем так, когда счёт был 1-0 на Шуполе, в конце там любой навес, это было что-то там, это у нас паника была полная. Да, у Жениса было два хороших момента сравнять счёт, если не больше, при счёте 1-0. Да, там повезло, что офсайд был ещё. Офсайд был, потом пасует игрок, просто один стоит, два метра вокруг него никого нет, просто он не смог обработать мяч, и это проблема. То есть, получается, ну, мы говорили, что у Жениса не такой, не самый плохой состав, там это, понятно, но вот этот состав показал, что они слабенькие, уверенно говоря. У Жениса тоже ждал немного большего, но не знаю, может у них, конечно, пиджебек зажигает сильно, но пока что-то вот совсем не то. То есть, получается, тут просто вот тупо нет мысли в атаке что-то, только Заря что-то пытается. Я сегодня вообще благодарен, вообще его разбахнул, что он Зарю после перерыва не заменил, а то я и от него этого ожидаю. Да, и они наконец-таки сыграли со Швырёвым. Да, они наконец-таки вместе со Швырёвым сыграли, и уже хоть какое-то это, особенно когда Паул ушёл, что-то там впереди чуть-чуть начало проклёвываться, по крайней мере, никто там на себя одеяло не тянул. Вот это. У Швырёва хорошо, видимо, получается играть именно с выхода на замену. Наверное, с первых минут у него может не пойти игра, да, он просто дал скорости команде. Конечно, было бы интересно посмотреть в следующей игре, например, если бы Жоу Паула посадить на банку, а выпустить в атаке Швырёва с Сантаной, и под ними, получается, Заря, да, там Заря и кто-нибудь ещё, кто в центре. Ну и по бокам там, то есть там Илдошу, и потом справа у нас сегодня игра. А, ну и Сейд Ахмед, да, Сейд Ахмед, конечно, в последней игры очень старается, да, может. Ну да, мы оценивали. Хорошо, что не было Касабулата, который, честно говоря, провалил пару игр, да, ну, по крайней мере, кубковую игру. Вот. И было бы любопытно посмотреть, так, на Швырёва с первых минут, как бы он вошёл бы, и посмотреть, как Жоу Паула вошёл бы с замены. Ну да, он всё-таки возраст, может быть, на фоне уставки что-то будет, что-то выдалось. Потом можно опять же сделать Зарю и Швырёва пустить под Сантаной. Сантана впереди, он бы скидывал. Да, играл-то, как Шуша начал. Да. Ну, то есть, вот это тоже можно, но вот хочется понять, там, у Розбахтин это свобода, там, мышление-то есть, или ему просто сверху говорят и диктуют состав. Интересно, что он всё под копирку, да, у него также три защитника играется. Да. Ну, понятно, что мы при Бердере играли в три защитника, что-то не помню, кажется, да, да? Не, мы же играли при нём, в основном, в три защитника играли, когда пришёл Кейкер, я ему никогда не забуду, когда он пришёл, он сказал, я в жизни никогда не буду в три центральных играть, вот так вот будет, вот так. А вот когда в прошлом сезоне он там волну поймал с сильными командами, первый раз остановь в три центральных, когда мы их 3-0 обыграли, и у него пошло-пошло, эти четыре матча, и он решил, вот, это всё, это он мессия, он нашёл и так далее, да, что это, но это работает только с командами, которые играют первым номером, атакуют. С другими командами это вообще не работает. У Женисова вполне мы могли первым номером играть, но попробовать там как-то что-то, ну, не знаю. Вот мы говорим, что у нас не хватает креативного игрока, да, впереди. Вот, например, у нас есть атакующий игрок Заре, да, такой ярко выраженный, но, ну, допустим, есть Шурёк, да, он там нападение играет, ну, там, Сантана и Жо, и того четыре. Ну, того же Кенжибека, ну, ладно, уже поздно говорить, причём, потому что, как бы, видимо, у парня какие-то проблемы были в команде с дисциплиной, да, о которой говорил Кекер в прошлом году. Ну, просто даже если всё это убрать, представить, Кенжибека, в принципе, быстрый, техничный игрок, да, и его бы он, сейчас бы, он бы не помешал бы, он бы конкуренцию составил бы, да, и видел бы рядом Заре, с которым бы где-то сам рос бы, да, и с Жо, и с Сантаны, да, и, как бы, потягивался бы в группе атаки, да. А так, получается, больше атакующий идёт, как бы, Сид Архмет, да, хотя я до конца не могу понять. Там, где он сейчас играет, это его ли место, или нет? Или же его нужно выше ставить где-нибудь в середине, что ли, где раньше играл? Да, ему надо выше ставить, наверное. Ну, вот, его приучили играть, наверное, на фланге, или как? У нас вот, я говорю, схема немного непонятная, потому что вроде фланги, там, это, Сейд Архмет вроде чистый правый фланг, на левом фланге нету никого. А Юлдошов, он, как бы, это всё равно, всю бровку не успевает отрабатывать. Это вот что-то странное было, когда Юлдошов вместе с Курдиной начали играть. Ну, как-то они начали эту бровку пополам делить. Да, интересно, да, как будто у вас сдвоенный левый фланг какой-то. Да, сдвоенный левый фланг из двух защитников. Ну, вот Курдин один раз вышел, хорошо навесил, мы посмеяли, что Сантана, наверное, не ожидал, что Курдин все так умеет. И Сантана не попал и не забил. Я вообще думал, ну, в нападение поставят Курдина. Или Широбоков в нападение. Да, потому что Широбоков в нападение я бы поставил, интересно было бы. Или, по крайней мере, выше опорника, может попробовать из него ступить. То есть, у опорника там же немного рисков нечет. Да, он там может проиграть, но за ним защитники остаются. А когда он там центрального играет, там его обыграют, все, и там уже ничего нет. То есть, ну, это попробовать, по крайней мере. Ну, вот вообще вся эта игра показывает, что надо как-то срочно искать главного тренера. Ну, я не знаю. Да. Он уже сильный тренер. Я уже устал об этом говорить. 70 лет, юбилей, и ставить Кекера, и ставить ему еще и не такой самый сильный состав. Я не знаю. Я уже устал об этом говорить. Только зря себе настроение портить под вечер. Да, как бы он... Ну, не знаю. Впереди игра с Семей, с Ерема. Следующая игра с Ерема. Мы отдельно ему привью тоже будем готовить, но надо понимать, что Ерема – это повыше нас. Верская команда. Да, повыше. Они выиграли свою игру сегодня. Они свою игру в трудной борьбе, но обыграли. И поэтому у них так же, как у нас, 14 очков, но, скажем так, у них один матч в запасе, и поэтому... Да, как и у Октабе, тоже 14 очков и один матч в запасе. Сейчас даже можно поставить. Наконец-то они обновили турнирную таблицу. У нас Октабе на первом месте 7 матчей, 14 очков. Ерема тоже наряду с Октабе 7 матчей, 14 очков. У нас 8 матчей, 14 очков. Обошли мы ЖТСУ, но они тоже играют в запасе. Табо вот... Табо вот сейчас играют. У нас сейчас играют, Ардабасы ведет 1-0. Ну, конечно, там немного удивляет Астана. Я бы, наверное, может быть, учитывая все эти... Это так на ней остановился. Ну, пускай дальше и удивляет так же. Да, пускай и дальше удивляет. Просто меня удивляет руководство Астаны, честно говоря. Ладно, мы ругаем, там, Баранбаева, там, это все понятно, как говорится. Если бы он просто адекватно свои цели ставил, мы бы его, может, и не ругали. Но... У Астаны имеют такой состав, и то, что они творят, честно говоря, для меня это шок. Это... Там, что, Бабаян действительно там всех в заложники взял, что ли, или что? Ну, вообще страшно. Вот у меня такой вопрос, знаешь? Да. Извини, что ты любил, да. Мы сейчас чуть-чуть пошли и начали говорить просто. Ну, вот смотри. Мы... Одна команда вылетела, то есть, да, не начала чемпионат. И вместо 26 туров у нас 24, да. И ежетурно, да, кто-то пропускает игру, да. Я не знаю, как это будет перед последним туром, да, когда все матчи должны быть в одно и то же время, и какая-то команда будет в ауте, да. А там, может быть, что-то будет решаться, да, важное. Вот. Ну, теперь смотри. Треть чемпионата уже прошла, да? Восемь туров. Да. Ровно пять, да. Все. Впереди 16 игр. Можно ли какой-то краткий, наверное, как сказать? Итог, что ли, сказать, что теперь Каенат из себя представляет, да? Понятно, что ничего, что игры нету, что зеленые, как будто бы мы до сих пор на сборах находимся, что игра не поставлена и что-то еще. Что ожидать в следующей, да, там, не знаю, 16 игр от команд вообще непонятно. Вроде бы восемь игр сыграли, два поражения, четыре победы, две ничьи. Ладно бы, если бы мы эти ничьи воплотили бы в победы, да, в матче с Тураном и с Житсу. Имеет там шесть побед, и сейчас бы уже шли бы на первом месте с отрывом, да? И клевать, что там, вот тебе там игра в запасе, мы бы все равно бы шли бы на первом месте. Вот, казалось бы, две игры, где мы реально потеряли очки, да. Я бы игру с Кайсаром еще сюда бы добавил. Ну вот, да, Кайсар там вообще игры не было, это было просто ужас. С ними мы могли набирать девять очков, у нас было бы плюс семь очков, не четырнадцать, а двадцать одно очко. И, как говорится, мы бы всем там с первого места махали бы рукой. Да, даже вот сейчас ничью бы сыграли бы с ними, ладно, ноль-ноль, да, там бы, если бы у Стеменко не ошибся, сейчас было бы, ну, там, условно, пятнадцать очков, чисто первое место, условно. Ну, пускай с запасами у остальных игр тоже смотрелось бы получше. А так, у всех четырнадцать очень плотно, следующий тур, если проиграем, сразу же, там, еще игра на стоповом, там, да, с водопоследием закончилась. И мы моментально там, стоп, три сразу, в шестую, в седьмую или восьмую строчку упадем. Именно, да. Вообще, надо отметить, что чемпионат очень плотный, очки теряют все. Честно говоря, вот, чтобы кто-то там сильно впечатлял, мне, вот, вообще, никто сильно не впечатляет, там, скажет, что вот это вот готовые чемпионы. Ну, да, вроде бы, Октабе, ну, извините, Октабе там, видно было, подтаскивают немножко за счет админ-ресурса, похоже. Или Майо помогает. Ну, Табол, ну, Табол, посмотрим, как сегодня старт до басы, как говорится, сыграет. Ну, пока, вот, однозначно, что, вот, команда, которая, ее нету. Вот, однозначно, провалы есть, это Ордобасы и Астана. Астана, это вообще позор нашего футбола. С таким бюджетом, такие эти, умудряться, там, быть ниже Кайрата, это, конечно, при нашей никакой игре, значит, у них еще более никакая игра. Ну, сейчас, да, не будем пока торопиться, опять-таки, прошел всего третий чемпионат, то есть сейчас, может быть, они разгонятся и возьмут темп, и кто его знает, чем все это закончится. Я лишь хочу, чтобы это у них продолжалось, пускай они терпят все, вот, и пусть они будут дальше ниже нас. Я, как бы, думаю только о Кайрате, о нашей игре, о наших результатах, закончим чемпионат на третьем месте, я думаю, это будет успехом. Ну, это будет успехом, да, однозначно. Если бы в тройке был, это однозначно успех, но будет очень сложно, как показывает это, что и Ордобасы может проснуться, у которых состав приличный, и все. Так, реальность такова, что наше реальное сейчас место, это между шестым и восьмым местом. Мы явно там сильнее, может быть, Шахтера там, да, или Турана, наверное, и Жениса, может быть, вот, на бумаге, да? Да, пожалуй, ну, хотя вот Атрау Кизлжар, наверное, с нами примерно... Наши конкуренты такие прямые по составу имеются, точно кто лучше нас по составу, это Октабей, Елемай, Табол, ну, может быть, Нарабасы, Ардобасы, то есть пять команд, мы шестые, то есть, ну, примерно вот так. Если шестое место займем, то тоже, в принципе, можно считать, как за успех. Своё законное место и займем, то есть, ну, просто... Подарок на 70-летие болельщикам. Уже одну цель мы упустили, кубок, да, дальше будем смотреть на чемпионат, но вот сейчас всё, получается, зависит от нашего руководства, от господина Барамбаева, который должен быстрее определяться с тренером, и всё. Да, там до сих пор непонятно ничего. Да, и потом уже определяться с двумя вот этими позициями, которые легионерские мы можем усилять. Ну, это когда будет в июне, в июле, и сыграется, не сыграется, ну, то есть, столько вопросов, и... Как бы, да, ответов мало, как-то вот хотелось бы, чтобы господин Барамбаев нам как-то это ответил. Сказать там, интервью даст или как, что не надо вот этих пространных интервью, мы за 10 лет выиграли все трофеи, там, ну, знаете, это, честно говоря, смешно уже смотрится. Одно чемпионство, как я его называю, в особых условиях, не говорю, что оно незаслуженно, я уже мозоли на языке это говорю, что я не говорю, что оно незаслуженно, но оно сделано в особых условиях. Такого никогда в чемпионате Казахстана не было, чтобы в одной локации играли. И я уверен, если бы там, грубо говоря, мы все бы играли в Астане, и Астана была бы чемпионом, наши болельщики все бы кричали, что оно там, не совсем правильное чемпионство. А здесь, наверное, наши болельщики... Ну, я говорю про неадекватных болельщиков, которые кричат, ой, это там все нормально, что там все в гостинице, в виду, мучились, игроки кайрата дома. Да ненормально это, так и было, объектив не надо быть. Немного. Они-то не тупо слепо просто верить в кайрат и все. Без кричи, к сожалению, обойдешься. И не надо из Баранбаева мессию делать, я во сколько раз вам уже говорил. Не мессия он никакой. Говорится, клуб был до Баранбаева, клуб будет и после Баранбаева. Клуб никогда не зависит ни от игроков, ни от тренеров, ни от кого другого. Клуб – это клуб. Да, главное, чтобы какие-нибудь идиоты, которые после него не пришли, и не разбазали все это, не продали все это, как имущество, академию, базу, чтобы не распустили, продолжали. Потому что всякое может быть, это же Казахстан, страна, так сказать, воров, штрафов и грабежей, и несправедливости. Поэтому все может произойти. Какой-нибудь придурок придет. Просто вспомнить того же Акима и Есимова, когда мы в 2008 году, не знаю, 10 место заняли, а в итоге оказались в первой лиге с того, что не было финансирования. Денег просто не было. Мы просто обанкротились. И клуб мог пропасть, да. И Акимату было пофигу. Тот же Ахмеджан Есимов беспокоился, что ли, о клубе? Нет, конечно, ему было поклевать. Клуб еле как спасли. Там болельщики ходили, письма писали, там у Акимата стояли, да. Ну, меня там не было, но я из уст тех болельщиков, которые там были в те годы. Это вот перед 2009 годом или в конце 2008 года, да, когда Алмата вообще осталась без футбола, да. Там и Алмата банкротилась, и Мегаспорт обанкротился. Они оба слились, переехали в Астану, стали локомотивом. Точнее, Астану, как мы сейчас знаем, Акайрат оказался в Пердиве, да, так сказать. Вместе с остальными там командами из Алматинской области. Печальные времена, конечно, были. Я просто к чему вспоминаю, что если опять клуб перейдет на баланс полностью Акимата, это значит, ты будешь ходить с протянутой ручкой, и дела могут быть опять хуже, как в том же 7-м, 8-м, 9-м годах, 10-м. Ну, все может быть гораздо хуже, чем сейчас. Но тогда мы затронем просто тему, что было бы, когда Барамбелла не станет в Убе, а придет тот и другой, не станет ли только хуже. Надеюсь, что нет. Надо смотреть, кому продавать, естественно, это не первому встречному, я не думаю, что тот, кто будет покупать это все, если будет, допустим, что он прямо все начнет разбазаривать. Вот я думаю, я уверен, что, скорее всего, какие-то предложения есть, но просто Барамбелла не хочет делиться акциями, там это и так далее. Один важный момент скажу. Дело в том, что Барамбелла не попал в список Форбса, и на 75-м месте там один чувак с доходом 63 миллиона, что ли. Вот. Ну, если Барамбелла туда не попал, если там на 75-м месте человек, который выше стоит Барамбелла, да, вот насколько сильно он, конечно, потерял в деньгах. Хотя до этого имел там 450 или 500 миллионов. Ну, имею в виду. Ну, вопросов нет. Претензия же не в этом, что он потерял. Ты просто скажи честно, опять повторяю, скажи честно. Нет денег. Да. Не обманываю. Да. Ну, не будем бороться с чемпионством. Ну, нет денег. Ну, поддерживайте команду, как можете. Да какие проблемы? Да, поддерживайте мы будем без проблем. Мы в 22-м. Когда ты уже знаешь, что мы ни на что не надеемся, и не стоим на чемпионство, тогда легче воспринимается все. Да. Мы в 22-м знали, что мы не будем чемпионами, хотя они там кричали все, Есинов и Ижи с ними. И в 23-м мы знали, что не будет чемпионства. Точно 100% знали. Ну, куда там со своими воспитанниками. Хотя они кричали там, о, тройка, тройка сезона, там, лидеров должны попасть. Ну, как мы говорили, очень сложно, почти невозможно стать чемпионом со своими воспитанниками. Это не удавалось там, действительно, не Барселоне. У Аяксу, ну, это, скажем так, раз в 10-12 лет у них, когда выстреливают поколения. Да, ну, точно, киевская «Динамо», может, с учетом того, что война в Украине идет, ну, и то они проиграли шахтеру, не чемпиона в этом году, шахтер у них чемпион. Ну, хотя у них чисто с одними украинцами играют, ну, там война, это другое просто. Там чемпионат сильный осел, хотя все равно не нашел. Казахстанский угол, да, в Розы. Там раньше команды было 16, а сейчас у них тоже 12, да, стало? Не, у них 16, в этом сезоне у них 16. А, снова 16, да. Ну, все равно, ну, второе место киеве занял, ну, своими воспитываем. Ну, мы не Аякс, мы не Динамо Киев, мы не Аякс. Да, у нас школы, ни как у Аякса, ни как у Динамо Киева в ближайшее время не будут. Наши академии там отсилуют, что там, 10 лет будут, да, на следующий год или на какой-то еще. Ну, их уже есть 10 лет. Если про нашу академию вспоминать, ну, я не вижу. Вот там реальные звездочки. Я, сейчас многие говорят, многие недавно слышал такое, что у Кайрата сейчас очень талантливая академия. Можно просто подождать, когда они все вырастут, начиная от 2006 года и ниже. То есть, особенно хвалят 6, 7, 8 год. Про 9 еще ничего не слышал, но на 6, 8 год сейчас, типа, у клубов премьер-лиги, там, ну, стоят в очереди, да, чуть ли не, чтобы купить игроков. Тех примеров, ну, в смысле, тех годов. Ну, сейчас просто смотришь, эти же самые ребята, 6, 7, 8 год, они играют в QG лиге, да. Да, понятно, что там они всех выносят, потому что нет конкуренции. Что U17, что U18, да, там разницы нету. Просто в одну калитку. Но это вообще ничего не значит. Одно дело, я на юношеском, молодежном уровне, да, там всех выносить там где-то в QG лиге или в первой лиге. А тут, другое дело, переход во взрослый уровень, а у нас тут просто огромная пропасть. Вот, собственно, и все. Ну, будем ждать и надеяться, я тоже надеюсь на то, что ребята вот этих возрастов, 6, 7, 8 года сильно подрастут и будут таким сильным поколением, да, с характером, с талантом, да, и с трудолюбием. Вот нужно только подождать еще пару-тройку лет. А что за это время будет, я не знаю. Нужен тренер, который их будет подтягивать в свое время, вот, своевременно подтягивать. Не надо толпой там, там, по 8 человек. Нет, 1-2. А 1-2 в год потихоньку не торопит. Но для этого он нужен человек, который их будет подтягивать. Таких тренеров мало, к сожалению. Очень мало. Конечно, тот же, да, тот же Карлос, да, мы не раз уже говорили в эфирах. Да. В 17-м году вытянул Абекена и Магомеда, да, Парагульго, чтобы Мага до сборной дорос, да, поиграл. Соколенку он поднял там. Ну, да. А в 18-м году он вытащил Алипо. Алипо поставил. Вот тебе, он не стал там в том же, как пришел, сразу пачками, да, вытаскивать академиков. Нет, он сначала двоих-троих, потом там одного Алипо, и кого там он еще вытащил из того же. Нет, он почти вторым составом там занял спокойно второе место. То есть, ну, он подтягивал прилично. Газаев вот такой же, вот насколько он там упертый такой тренер, я не про Юрия, я про Валерия Газаева говорю, что он тогда, он всегда молодежь ставил, он ЦСКА вот поднял, потом Фиев пришел там, он с Киевом ничего не добился, но с Киевом ничего не добился, но с Киевом-то добился, кубок Ви-Фа, это очень серьезно. А с Киевом ничего не добился, но он поднял вот целое поколение, вот он поднял, потому что он просто молодежь ставил, 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 и у него это получалось. То есть, опять же, если просто у нас нормальная молодежь вот так поднимется, то тогда, конечно, можно подождать из чемпионства, это такой, так сказать, подростепенный фактор будет, но надо ставить, тренера, который именно будет ставить этих игроков, ставить, да, они все будут... В общем, не искусственно, а вот по делу. Искусственно, да, по делу ставить, они будут ошибаться, но он вот кто видит четко перспективу в игроке, его ставить можно, ну вот одного-двух максимум в основу ставить, они будут ошибаться, вытягивать их, вытягивать. Так же он Алипа вот так же поставил, он ошибался, сколько там, ничего, ставили, ставили, ну, к сожалению, даже вот Алип, он там уже там двукратный чемпион, трехкратный, может, не будет, конечно, но даже он там на уровне чемпионата России, к сожалению, там не смотрится стопроцентным игроком основы. К сожалению. Ну, то есть я возвращаюсь к тому, что прям звезд Академия пока вот не выдает, не выдает, к сожалению. Да, как у узбеков, да, вроде бы тот же Шамуродов вышел, или вот этот вот недавно, который в Англию уехал, в какой-то клуб там, не помню уже название, типа Норвича или еще что-то, молодой, 18-летний узбек уехал, да? Ну, вот тебе как бы... Ну, вот, на уровне из Зайнудинова даже никого нет, хотя и в Зайнудине там вопросы есть, в Турции он... Зачем говорить узбеки, вон, в финал вышли, да, там, Ю-23 попали на Олимпиаду, они то Ю-17 у них выстреливают, выходят из группы, да, чемпионата мира, то Ю-19, то Ю-20, что-то у них выстреливают, то есть там, видимо, молодежь посильнее или поталантливее, либо с ними неправильно работают. Ну, там, наверное, просто один клуб не хапает всех перспективных молодых, и там есть конкуренция, а где есть конкуренция, соответственно, всегда идет и развитие. Да. Ну, наверное, так. Да. А у нас со всей страны захапали талантливых игроков. Они там 33-0 кого-то обыгрывают, но это... Да, Трава они выиграли в каком-то году 33-0. Это несерьезно. Да, это в Трава. Это несерьезно. Поэтому они начали на год младшего ставить игроков. Но это все равно не помогает, все равно там разгромы есть. Это все вредит такому футболу детской южной и вредит самому Кэра. Потому что потом, когда эти же самые юноши играют там за сборную, да, против своих сверстников из Европы, там уже 33-0 не получится, там уже их возят и из них делают 33-0. Вот именно. Так что это вообще ни о чем не говорит. И ладно бы они собрали бы всех талантливых в одну академию, и там были бы в этой академии сильные тренера, которые бы этих самых талантов действительно там из них что-то сделали. Они просто набрали, не знаю, грубо говоря, убили там, не знаю, солили что ли игроков. Почему просто вдруг Касым не попадал в основу Кэра этого? Что бы ему там уехать куда-то? Он заиграл, он, оказывается, неплохую игру, да. Или, не знаю, проблемы там с Рамазаном, да, у Раза он был. Кто там еще? Акмай Бахтияров, да, талантливый пацан был, если честно. Я в нем видел в одном матче с Ислам Ханом против Павлодарского Ертеса, да, они смотрели вдвоем очень симпатично, потому что оба такие техничные игроки. И Скоростной, да, тоже там какая-то Юланда вышла и прощай, до свидания. Молодежь, мы не можем свои таланты удержать, но опять повторюсь, мы их и никогда не удержим. Нет. Будет заканчиваться контракт, они будут уходить, потому что за полтора миллиона никто играет не будет. Они могут, конечно, если все будут предлагать клубы полтора миллиона, а другие будут предлагать пять, десять, и они будут уходить, просто будут уходить. Конечно. Об этом нашему руководству как раз надо сидеть и думать. Ну что, у нас время почти заканчивается, еще раз всех с победой. С победой, да. Нам будет полегче, я надеюсь, с Елимаем будет сложнее, но где-то в среде недели мы превью будем запускать с Елимаем. А так... Да, еще скажу, что у нас нескорая игра домашняя будет, там, кажется, 2 июня только, да, с Шахтером. Тут у нас сначала... А, и 26-го, кажется, у нас Кубок Лиги, но все равно хочется просто сообщения болельщикам, чтобы они активнее приходили на стадион, звали своих друзей, семьями ходили, потому что сколько было людей на траву. Понятно, что это суббота, рабочий день, но все же мы должны быть активнее, приходить, заполнять стадион и болеть за команд. Другой у нас нету, как бы они не играли. Все. Удачи. 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 Продолжение следует...